Победа Нагорного, бронза Мельниковой и провал в отдельных видах как Россия выступает на ЧМ по спортивной гимнастике. 12 октября 2019 года, 22-38 Борислав Головин россияне завоевали три медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. В индивидуальном многоборье победу одержал Никита Нагорный, Артуру Далалаяну досталось серебро. У женщины в аналогичном виде бронзу взяла Ангелина Мельникова. А вот на отдельных снарядах отечественные спортсмены потерпели неудачу и остались без наград. Доминирование в мужском многоборье и бронзе Мельниковой. После победы в командном многоборье в пятницу, 11 октября, российские гимнасты продолжали выигрывать медали различного достоинства и в личном многоборье. Здесь болельщики ждали увлекательной борьбы между действующим чемпионом Артуром Далалаяном и Никитой Нагорным, который год назад стал третьим. Рассчитывали побороться за награды другие спортсмены, например, олимпийский чемпион из Украины Олег Верняев и традиционно сильные китайцы. Но лидерство после первого вида захватил Далалаян. Он идеально выполнил свою программу в вольных упражнениях и получил сразу 15,002 балла. Нагорный шел следом с результатом 15,41 очка. Однако уже на коне Артура ждала серьезная неудача. С оценкой в 14,000 балла он откатился за пределы даже первой пятерки. А вот Никита таких ошибок не допускал. В целом 22-летний спортсмен выступал очень спокойно и уверенно и обходился без срывов, чем не могли похвастать его соперники. Так, лидировавший после двух видов Китая Цяо Житон провалился на брусьях, к сожалению, продолжал ошибаться и Далалаян. На опорном прыжке россиянин едва не упал после приземления и получил ожидаемо низкую оценку – 14,633. Нагорный же был безупречен и продолжал уверенно отрываться от преследователей. Его опорный прыжок и работа на параллельных брусьях были оценены выше 15 баллов, после чего стало понятно, что упустить победу Никита не должен. На заключительном снаряде «Перекладине» уроженец Ростова-на-Дону, как и в командном многоборье, выступал последним и вновь не дрогнул. С суммарной оценкой 88,772-тысячных гимнаст впервые в карьере стал чемпионом мира в индивидуальном многоборье на ЧМ. При этом россияне занимают первое место в данном виде второй год подряд. Стоит отметить и Далалаяна, который на последних снарядах сумел собраться и в итоге стать вторым, совсем немного опередив Верняева. После окончания соревнований Артур признался, что ему не жалко уступать золото партнеру по сборной. Я тронут, что мы с Никитой заняли первое и второе места – это непередаваемые ощущения. Мы одна команда, работаем вместе, мы друзья и должны прекрасно относиться друг к другу, несмотря на то, что сегодня боролись между собой. В прошлом году золото завоевал я, в этом, Никита. Мне не жалко, могу поделиться. Это очень круто, я тоже взял свою медаль, проделал огромную работу и на самом деле доволен собой, приводит слова Далалаяна Тасс. В свою очередь, Нагорный признался, что эмоционально чувствовал себя не лучшим образом после командного многоборья. Тяжело не было, просто эмоционально уже устали. Психологически сегодня многого не хватало, как-то грустновато выступалось. Но публика была невероятно крутая, как и организация, поэтому эмоции появлялись сами, подытожил гимнаст. В женском индивидуальном многоборье Россия тоже не осталась без медали. Ангелина Мельникова в непростом соперничестве с американками и китаянками заняла третье место и завоевала уже вторую для себя награду на текущем первенстве планеты. Победу же одержала американка Симона Байлз. Это была борьба нервов. Мужская сборная России впервые выиграла командное многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике. Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командное многоборье на чемпионате мира. Артур Далалаян. Однако сколь уверенно отечественные гимнасты выступали в первые дни турнира, столь скромно смотрелись в субботу. Для начала Далалаян потерпел неудачу в любимых для него вольных упражнениях. С результатом в 14,8 тысячных балла Артур остался на обидном четвертом месте, а потом признался, что не успел восстановиться после индивидуального многоборья. Половину комбинации протащил хорошо. Просто только вчера выступали, не успел восстановиться, поэтому к концу комбинации немножко поплыл. Последнюю связку не попал, автоматически облегчил, потому и оценка такая низкая. Но в целом упражнение выполнил чистенько, просто функционально не восстановился, поэтому не хватило сил на концовку, объяснил Далалаян. Неудачу в данном виде потерпел и Нагорный, который допустил грубую ошибку и в итоге остался шестым. Никита, в отличие от партнера по сборной, обвинил во всем организаторов. Подставили меня, не дали подготовиться. Первому спортсмену всегда позволяют подготовиться. У тех, кто выступает дальше, есть преимущество, пока выставляют оценку первому, второй, третий, четвертый. Могут спокойно готовиться минуты-две, а я только выхожу на помост, и мне сразу включают время. Это ужасно по отношению к спортсмену, говорю не лично за себя, а за любого. Конечно, я на панике побежал, вот и не получилось выполнять свои вольные упражнения, посетовал Нагорный. Не лучшим образом выступили и другие россияне. В упражнении на коне Давид Белявский допустил падение и остался только восьмым. Потерпел неудачу и другой сторожил сборной, Дениса Близин. На кольцах, которые приносили ему медали ЧМ и Олимпийских игр, он был лишь шестым. Наконец, Мельникова в упражнении на разновысоких брусьях финишировала на обидном четвертом месте. В опорном прыжке золото получила все та же Беллс. Данная награда стала для Симоны 23-й в карьере на чемпионатах мира, и она повторила рекорд прославленного советского и белорусского гимнаста Виталия Щерба. Победа Беллс позволила сборной США укрепить лидерство в медальном зачете турнира. В активе американцев пять наград, три из которых – золотые. Россияне также завоевали пять медалей, но только две – высшего достоинства.